Жители села Акшимрау годами не могут решить накопившиеся проблемы в селе. С 90-летней историей немало вопросов, которые жители Акшимрау не могут решить несколько лет. Подъездные дороги, оставшиеся без присмотра, спортзал и проблемы зыбучих песков. Сельчане говорят, что о нуждах села с населением свыше тысячи человек совсем забыли. Подробнее вы увидите в следующем сюжете. Жители 30 лет ждали, когда в их селе появится дорога, связывающая их с областным и районным центром. Но радость длилась недолго. Асфальтированное полотно превратилось в дырявый коврик. Сельчане недоумевают, то ли это из-за плохого качества или многотонных грузовых авто с прицепами, которые возят материалы на близлежащую к селу месторождение. В нескольких километрах от нас есть компания Коммнэй. Чтобы доставить до него оборудование, по этой дороге ездят машины по 40 тонн. Иногда с прицепом этот вес доходит до 70 тонн. Непонятно, из-за этого или может из-за плохого качества дорог, но всего за три дня асфальт превратился в дырявое полотно. Стыдно даже назвать нашу местность селом с 90-летней историей. Больше похоже на территорию, на которую бросили бомбу. На подъездной дороге установили ограничивающий знак в 8 тонн, и это единственная мера, сделанная до сих пор. Но уже поздно. Ни один руководствующий орган к нам не обращался. Кроме того, от компании Коммнэй для нашего села нет никакой пользы. По крайней мере, в этом предприятии не работает ни один человек из нашего села. Никакой помощи в социальном плане от этого учреждения нет. Они лишь разрушили асфальт, который мы всем населением просили у вышестоящих органов. Мы хотим, чтобы нам как можно скорее отремонтировали дорогу. Неважно, будет это администрация или руководство месторождения. Главное, верните дорогу в прежнее состояние. В селе также есть проблемы с внутрепоселковыми дорогами. В непогоду жители вынуждены добираться до нужных мест по грязи. Помимо проблем с дорогами, сельчане обеспокоены тем, что их дети не могут заниматься спортом, так как зал, построенный 8 лет назад, не имеет никаких условий для этого. Это спортивный комплекс, построенный в 2016 году. Его строительство вложили усилия все от мала до велика. Однако у него до сих пор нет документов. Только недавно его перевели на баланс школы, но от этого нет толку, так как здание не отапливается. Уже несколько лет просим всех посещающих Акимов района, области, рассмотреть этот вопрос. Все знают, все в курсе, но сидят сложа руки, а страдают наши дети. У нас в селе много детей, однако нам негде заниматься спортом. Какая польза для нас от такого большого здания, если зимой мы здесь замерзаем? Все хотят заниматься спортом. Помимо прочего, Ахшамрау – один из сел, в которых есть опасность подвижных песков. Уже несколько лет уровень песка только увеличивается. Дома и сарая жителей засыпало наполовину. И сельчане надеются, что вопрос решат до того, как жилище полностью занесет песком. Чтобы узнать мнение главы села по этим вопросам, мы приехали в местную администрацию. Однако ее, как таковой, нет, как и самого Акима. Вместо отсутствующего главы села Руслана Жумаканова, который находится в рабочей поездке, ответить на наши вопросы согласился заместитель Акима района. И вот, что он сказал. Мы в курсе насчет вопросов, указанных населением. На данный момент были установлены знаки, ограничивающие движение. Так как рядом с местностью расположены промышленные предприятия, мы направляем им письма с предупреждениями и принимаем соответствующие меры. Кроме того, о заброшенном спортивном зале вместе с управлением спорта мы планируем сделать его подведомственным другим объектом. Работа в этом направлении ведется. По поводу песков мы внесли этот вопрос в список руководителей управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Также Замаким упомянул, что в планах администрации района включение Ахшимырау в программу АУЛ Ельбисега. Благодаря этому сельчане могут рассчитывать на выделение бюджета из республиканской казны, которая поможет в решении проблем села. Айран Сабит Касам, Маттав Муринов, Дидар.